Светлана Франция Какие нужные, полезные привычки я получила за все эти годы проживания в Европе, а именно во Франции Кто впервые на моем канале, мне хотелось бы представиться Меня зовут Светлана и я живу во Франции, в пригороде Парижа с 2005 года Поэтому сегодня давайте я буду рассказывать о себе О тех привычках, которые получила я, положительных на мой взгляд Ну, знайте, что вы – это не я Поэтому давайте относиться уважительно и, да, пообсуждаем в комментариях Итак, самой большой привычкой, положительной, на мой взгляд, это привычка «l'art de vivre» Искусство жить Я стала намного проще и с большим, как бы вам сказать, искусством, наверное, да, так и назовем, относиться к жизни Очень часто мне задают вопрос, как вы достигаете вот этой гармонии в быту, в жизни, в семье Именно через прожитые годы в Европе я научилась этому Даже не то, что научилась, до сих пор, мои хорошие, учусь Потому что научиться этому практически невозможно вот сразу и навсегда Для этого нам дана целая жизнь Ну, когда, наверное, я приехала в Европу Я была какой-то не то, что замороченная Не то, что, ну, наверное, более стрессе, да, как говорят французы Мне хотелось всего и сразу Я бежала куда-то, мне нужно было быстренько что-то сделать И я не обращала внимания на те мелочи, которые могут доставлять удовольствие в жизни По большей степени они меня раздражали, как многих сейчас раздражают И в конце концов, однажды, оглянувшись на прожитые годы, я поняла, что я многое пропустила Я не насладилась теми моментами, которые мне были предоставлены за эти годы И я стала размышлять, я стала работать над собой И я поняла, что я отодвигаю от себя эти приятные моменты Понимаете, я пролетаю, как бабочка над ними и не останавливаюсь Я стала работать Я стала уделять время И самое главное, я нашла это желание замечать красивое В каждой мелочи, в каждой секунде, в каждом моменте Ничего идеального не бывает, мои хорошие, понимаете? Я уже не раз вам это говорила Идеальных отношений не бывает Идеальных мужчин не бывает Идеальных свекровей Идеальной ситуации Вы не идеальны Ваша внешность не идеальна И вот это все так вот капает, капает, капает И в конце концов, это нас до такой степени нервирует Но когда вы однажды поймете, что вы это та единственная на земле И другой такой не будет Вы начнете ценить себя Начнете ценить своих родных и любимых Понимаете? Если оглянуться, то может быть лучше и не бывает Но нужно, чтобы этот человек был самым лучшим для вас А не для кого-то Потому что вы никогда никому не угодите Вы должны создать ту гармоничную жизнь И Л'art de vivre Это вот именно манера жить Манера жить Как вам хочется Как вам удобно И как это комфортно для вас Чтобы это приносило удовольствие вам Понимаете? Многие могут осудить Многие могут не понять Многие могут критиковать вашу жизнь Но если вам так хорошо То какое вам дело до их критики? Я бы всем пожелала Сегодня жить именно вот в гармонии И найти этот l'art de vivre Заниматься тем, чем вам нравится заниматься Или искать то, что вам нравится И отсюда вытекает еще один момент Которому научила меня Европа Это что все всегда возможно Пока ты жив Пока ты на этой земле То не стоит себя ограничивать какими-то рамками Не стоит особенно стрессовать И плакать по поводу твоего возраста А вот мне уже сорок И все, как у нас часто Тебе сорок Жизнь закончилась Закончилась Тушите свет Отодвинься Дай место молодым Здесь это не так Понимаете? На людей смотрят как на личности Как на кого-то, кто, не знаю Дошел до рубежа 40-50 лет и все Все, уже ничего дальше в жизни не будет Все возможно Здесь могут идти учиться в университет И в 40, и в 45 лет Здесь могут менять работу и в 50 Здесь также могут создавать семью Могут очень поздно рожать детей И никто никогда вас не будет критиковать И отсюда еще одна такая Наверное, привычка Так это я назову Не критиковать Ну, я не знаю Как-то никто Вот в моем окружении Конечно, есть всегда исключение из правил Но в моем окружении Французы не позволят тебя критиковать А вот ты не работаешь Ты сидишь дома Может быть, где-то там Они могут это себе подумать Но они никогда не будут вот так высказываться Потому что они не знают твою ситуацию Им по большой степени все равно Почему ты находишься сегодня дома Почему ты не работаешь А может быть, ты работаешь на дому Вот у них нет такой же зашоренности И вот таких рамок Не ходишь на работу Значит, не работаешь Или носишь небрендовую одежду Значит, ты бедный И вообще ты лох И себе ничего не позволяешь И у тебя одна китайщина Нет Им вообще плевать, если честно На марки Ну, они не гоняются здесь так за марками Есть, конечно, люди Которые любят хорошую, качественную одежду Но чтобы вот именно марки Бренды Чтобы это все было Наклейки Чтобы это все было видно Я не знаю, наверное В Париже это покупают только туристы А француз, он как бы Будет даже в какой-то степени Наверное, скрывать эту марку А зачем? Зачем? Чтобы люди подумали Что у меня столько денег Да вообще Скромнее будешь Лучше будешь жить Никто не знает И тебе так спокойней В общем, для них одежда Ну, не знаю То есть материальное для них Не так важно Может быть, вот откуда это идет Наверное, мои хорошие Это из-за того, что у них Всегда все было И у них вот не было этого дефицита Естественно, в каждой семье Может быть экономическая какая-то проблема Нехватка денег Мало средств и так далее Но вот именно в магазинах Всегда все было И что это касается одежды Это касается продуктов И так далее, и так далее Поэтому они как-то не падки на бренды И для них вот это вот материальное Это не так важно Что я хочу еще сказать Ну, многие мне пишут Вот мне было бы вот интересно Задать вам тоже вопрос Наверное, сделаем такую рубрику Не только вы мне задаете Но и я вам задаю вопросы И будем это обсуждать Перевернем Многие мне пишут Светлана, вы давно не были в России Согласна, давно не была Все так сильно изменилось У нас теперь все есть У нас лучше, чем у вас в Европе Да, возможно У нас такая красивая страна У нас день рождения празднуется С таким размахом Мы можем путешествовать Мы можем покупать себе бренды И еды у нас Пруд-пруди И в то же время Я получаю такие сообщения Что вот недавно в сторис Показала джинсы Левис Купила себе Мне пишет женщина Что мне нужно отдать всю зарплату За такие джинсы Левис Или кто-то пишет А за такие продукты Мне нужно отдать всю пенсию А это невозможно Поэтому я считаю Что вот это вот неравенство Наверное Бедный, богатый, средний слой населения Всегда был и всегда существовал И сегодня я задам вам вопрос Сколько получает среднестатистический Учитель в школе Который не работает В каком-то частном предприятии Или в частной, например, врач В частой поликлинике Напишите мне, пожалуйста Было бы очень интересно узнать В общем, я отошла от темы Отклонилась, удалилась, как хотите Поэтому вот Чем проще, тем лучше Я полюбила простоту, мои хорошие Простоту в одежде Я считаю, что чем проще, тем стильнее Можно всегда добавить красную помаду Можно добавить часы Можно добавить лак У меня появились любимые блогеры Все изменилось И, наверное, нужно сделать Такое отдельное видео Простота Простота в доме Простота в мыслях Простота в вещах Чем проще для меня, тем лучше Чем остается больше времени На что-то другое Понимаете? И я научилась жить проще Без такого сказать Наверное Выпендрёшь Что ли в кавычках Не хочу Никого обидеть Сейчас на меня Полетят камни Я уважаю Я уважаю Страну В которой я родилась Я её всем сердцем люблю Я уважаю страну И люблю В которой я живу И я считаю, что это очень важно Уважать себя Уважать окружающий мир В котором ты живёшь И уважать тех людей С которыми ты общаешься Чему ещё научила меня Европа? Есть, конечно, такие бытовые моменты Когда, например, Европа учит планировать Потому что если здесь не планируешь Можешь пролететь как над Парижем Здесь очень большие очереди, например, на врачей Очень большие очереди на докторов На докторов, на врачей У юристов, у нотариусов И так далее, и так далее Нужно брать рандеву Если не возьмёшь рандеву Не спланируешь какую-то встречу То просто-напросто можешь на неё не попасть Иногда нужно ждать месяцами И вот это планирование Это очень важно Вообще, я организованный человек Я люблю планировать Я люблю организовывать И мне так проще жить Для кого-то это нудно, занудно Неинтересно, скучно Для меня это именно так Что ещё? Ну, есть такие мелочи, наверное Про которые уже забываешь Как экономия Европа учит экономить Да, вы там бедно живёте Сейчас кто-то напишет Да? Многим кажется, что в Европе Здесь всё прям маслом масляным Нет В Европе сейчас очень тяжёлая жизнь Кризис Также есть различные слои населения У кого-то намного больше денег У кого-то намного меньше денег Но экономия у них В подсознании Воспитывается с детства Понимаете? Я уже делала такое видео Я оставлю сноску внизу В инфобоксе Или где-то здесь Но Поначалу это шокирует Как выключить воду Во время того Как ты занимаешься Занимаешься чисткой зубов Вроде такая мелочь Но поначалу трудно Потому что Я этого Не делала в России Выключить свет Зажигаем отопление Когда становится Совершенно холодно И уже прям вот зябко Потому что Очень большие цены Очень большие налоги И Да Приходится экономить Если хочешь выжить Также экономия У них С рождения В том смысле Что Ну Многие просто-напросто Не будут Как я уже сказала Покупать и тратить деньги На какие-то бешеные сумки Марочные Также многие Не будут тратить Вообще Деньги на вещи Вне скидок Потому что На скидках Можно купить Намного Намного Дешевле До 80-90% Скидок Поэтому Почему не купить Когда Дешево Это вот В ихнем менталитете Когда ты живешь И варишься Так сказать В кавычках В этой каше Ты принимаешь Эту культуру Я считаю Что Со своим самоваром Можно Со своими Там Пряниками Внести Немножко Свою лекту Да В семью Например Да Когда ты Выходишь Замуж за французом Можно Всегда Показать Рассказать Внести Воспитывать Своих детей Это вот Говорю И сейчас Вот еще Воспитание Детей Отношение К воспитанию Детей Потому что Я в принципе Перестала Показывать И рассказывать О том Что происходит У Саши В школе Как я воспитываю Своего ребенка Потому что Как только я начинаю Делать такие видео Сыпется Столько негатива И столько критики Потому что Вот воспитание В Европе И воспитание В России Немного Отличаются Как-то Наверное Проще Мы здесь К этому Относимся Я не хочу Сказать Что это Хорошо Что это Плохо Но я решила Что я Скорее всего Не буду Поднимать Эту тему Потому что Ну Не хочется Слышать Такой вот Прям Жесткий Негатив Все-таки Я мама Все-таки Я иду И воспитываю Своего ребенка С любовью Самое главное И так как считаю Как мы считаем В семье Это нужно Поэтому Воспитание Тоже здесь Накладывает Свои отпечатки Оно Немного Другое И я знаю Что многие Блогеры Снимают И пишут В инстаграме Много Статей По поводу Воспитания Детей Я думаю Что если Вы захотите Вы забьете В инстаграме Франции И будете Читать Массы Массы Высказываний Так Как воспитываются Дети в Европе Ну А в принципе Девчонки И мальчишки Хорошо там Где нас Нет На такой Ноте Я И заканчиваю Но Шучу Конечно Самое главное Найти себя Найти Вот именно Л'art de vivre Найти Манеру Жить Не важно Где Не важно Важно с кем И важно Как Вот Чтобы вы Нашли себя Нашли Вот этот Лучик Счастья Нашли Ту гармонию И Относились К этой жизни С любовью И мудростью Понимаете И не смотрите Ни на когда Ни на кого Потому что Всем мил Не будешь Всегда Найдется Кто-то Кто скажет Что А жизнь То у тебя Поганенькая И муж То у тебя Не зарабатывает Много И ты То вообще Не красавица А Ну Поняли Да Все Я вас всех Целую Обнимаю Давайте Подойдем В видео Делиться Комментариями Так что Напишите Мне Про Зарплату И Где Вы Живете И Как У вас Неужели Так Богато Нужно Наверное Брать Мужа И возвращаться В Сибирь Нет Ну я Это не Сарказм На самом деле Иногда Просто Задаешься Вопросом Неужели Жизнь Так Изменилась И Так Хорошо И здорово Стало В России Я бы От всего Сердца Порадовалась Если бы Не получала На самом деле Комментарии Совсем Другие Вот Ну все Целую Обнимаю Также Хотела Снять Видео Про Мои Подарки Если вам Интересны И новинки Сделаем Холл Ставьте Пальчики Вверх Подписывайтесь На мой канал Нажимайте На колокольчик И подписывайтесь На мой Инстаграм Инстаграм Я Светлана Франц Я вас Тихо там Жду Все Пока